Музыка Имя Ульяны Лопаткиной давно вписано в новейшую историю Мариинского театра и мирового балета. Ее более чем 20-летняя история профессиональных преодолений, как правило, остается за кадром. Прима-балерину отличает сдержанность, скромность и огромное трудолюбие. И сколько бы раз в ее репертуаре не возникало названия одного из любимых балетов Боядерка, она не перестает анализировать все нюансы и искать новые краски, а поклонники таланта балерины не перестают восхищаться мастерством актрисы. Все случилось благодаря всем моим педагогам. И то, что произошло, это та кропотливая, незаметная работа за пределами сцены. Та работа, которую делает из школьницы, из танцовщицы балерина, которая способна вести спектакль и может выдержать этот пресс, эту нагрузку, эту ответственность. Меня это мучили все мои педагоги. Не широко, не широко, Уленька, не широко. Поуже встань. Так. Вообще, поначалу были трудности большие, когда она пришла девочкой ко мне. Как-то я думаю, что она еще не понимала всей серьезности своего учения. Но, вероятно, ее одаренность внутренняя, именно нацелена природой на то, что она выбрала себе. На ее профессию. Ульяна Лопаткина имеет всевозможные награды. Душа танца, божественная, бенуа де ля данс, лауреат государственной премии, народная артистка России. Но было и первое признание на конкурсе Ваганова при, тогда еще студентке Академии русского балета. Спустя годы высшая театральная награда «Золотая маска», полученная из рук Натальи Дудинской. И вот сегодня очередной «Золотой софит». Ульяна Лопаткина за руль Маргариты в спектакле «Маргарита и Арман», хореография Фредерика Аштона, Мариинский театр. Одни из главных ценителей таланта артистов Мариинского театра – билетеры-старожилы. И к их мнению тоже нужно прислушиваться. И я хочу сказать, что Ульяна Лопаткина – ученица этой великой балерины Натальи Михайловны Дудинской, любимой ученицы самой Агриппины Вагановой. И Ульяна очень много, то есть взяла все, что могла из класса Дудинской. У нее великолепнейшая техника, но техники мало для настоящего мастера. Когда-то я написала Улье начинающее стихотворение «У Ули нежная душа и восхитительное тело. Она, как ангел, хороша, но совершенству нет предела». Ольга Николаевна Моисеева вложила в меня веру в то, что я могу, в то, что я должна пробовать. Она, скорее, ценила очень мое тяготение к эмоциональным ролям. Поэтому именно Байдерку она предложила как следующий этап моего развития после «Жизели», романтической «Жизели», потому что здесь именно драма, здесь именно накал эмоций, здесь темперамент. Байдерка «Жизели» отличается от такой прозрачностью, видно каждое движение. И если ты не вместе с дирижером, и если у вас не совпадает внутренний темпоритм, и любая мелочь вырастает до размера гипертрофированного, когда ты что-то делаешь не так, как тебе кажется ты должен. И в этом классика жестока. И балет классический, несмотря на то, что он считается уже архаичным и устаревающим по своим текстам, это настолько требовательная красота. Поэтому и говорят, если ты танцуешь классику, ты в форме. В работе такой, как искусство балета, многие характеризуют это как творчество в спорте. Повысились очень сильно критерии технические, исполнительские критерии, возросли до степени спортивного мастерства. Но при этом актерская задача осталась, и может быть иногда она является основополагающей, поскольку все танцовщики уже серьезно подготовлены в силу репертуара. И если танцовщик становится спортсменом, то интерес у зрителей пропадает. Такая профессия, где нужно сочетать жесткий, реальный контроль над процессом работы и при этом разрешать себе творить. Как это делать? У каждого свой способ. Порой нужно очень четко и жестко трудиться в зале для того, чтобы потом быть свободным на сцене для творчества. А иногда можно очень сильно разрушить, перегрузить и перетрудить и тело, и душу. И ты к спектаклю пустой, выхолощенный, чрезвычайно уставший, с больными от перегрузки ногами. И здесь нужен, конечно, мудрый баланс, где педагоги могут очень серьезно помочь, видя со стороны, что происходит с мышцами, с психикой, с физикой. И человек не может быть всегда в едином состоянии, в каком-то понятном. Он меняется. И самочувствие, и погода, и обстоятельства жизни, и здоровье бывает разное. Профессии радует, когда ты в работе, на сцене, получаешь возможность соединиться с музыкой и соединиться с той идеей, которая есть в спектакле. И почерпнуть какую-то идеальную любовь, которая есть почти в каждом балетном спектакле. То идеальное, что легче почувствовать, изображая его, чем достичь его в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok